Люби, браты да сестры, Христос воскрес! Христос воскрес! Христос воскрес! Стидайте, будь ласка! А здесь вот на кафедре стоят розочки, красные и белые. Красные символизируют кровь Христа, потому что Господь умер за нас на кресте, а белые символизируют, что Он не остался во гробе, но воскрес из мертвых. И мы благодарны нашему Господу за то, что Он умер за нас. И мы благодарны нашему Господу, что Он воскрес из мертвых. Мы щиро вдячны нашему Господу за то, что хрест пусты, и за то, что склеп пусты, а наши сердца наполнены. Слава Иисусу Христу! В продолжении нашего служения я хочу прочитать слова уже воскресшего и прославленного Господа Иисуса Христа. Это книга Откровения. Я прочитаю, это записано в 3 главе, 1, 11 стих. Здесь записаны такие слова. «Се гряду скоро, держи, что имеешь, дабы кто не восхитил венца твоего». Вот в этом отрывке из Священного Писания мы находим ответы на три вопроса. Первый вопрос – что мы имеем? Во второй вопрос – почему мы должны это держать? И третий вопрос – как долго мы должны держать? Итак, первый вопрос – что мы имеем? Здесь написано «держи, что имеешь». А что мы имеем? Кто-то может сказать «Да ничего у меня нет, я бедный человек». На самом деле это неправда. У нас с вами есть руки, у нас с вами есть ноги, вы сами пришли в Дом Божий, у нас с вами есть глаза. Это великие Божьи благословения, потому что не все люди это имеют. Вы знаете, я когда был в бессионерской поездке в Индии, то один пастор рассказал мне историю, что во время служения в их церковь вошла прокаженная женщина. И она села в уголке, подальше от всех остальных, и после служения пастор обратился к верующим. Он говорил о том, что во время служения он старался не смотреть в ее сторону, потому что на нее было страшно смотреть. Она была вся покрыта гнойными ранами, она уже разлагалась, а у ней подпадали уже вот пальцы, подпадали уши, нос. И он говорит, я старался на нее не смотреть. И после служения он обратился к верующим и говорит, братья и сестры, давайте споем еще один псалом. Предлагайте, что мы споем. И он говорит боковым зрением, я увидел, как эта женщина подняла руку, на которой осталось всего два пальца, и еле слышным голосом говорит, братья и сестры, давайте споем псалом «Милости Господни, вспоминай, считай». Он говорит, эти слова буквально обдали меня кипятком. Я здоровый человек, у меня есть руки, ноги, глаза, здоровье. А это несчастная женщина, которая разлагается заживо, которая одной ногой уже стоит в могиле, хочет благодарить Бога за все те милости, которые Он явил в ее жизни. Братья и сестры, мы многое имеем. У нас не только есть здоровье, у нас с вами есть пища, у нас есть хлеб, есть вода, у нас с вами есть кровь. Понятно, что не все это имеют. И мы не должны воспринимать это как должное. Мы не должны принимать это как само собой разумеющееся. Потому что многие люди этого не имеют. Я помню, я читал историю, когда вывели людей из подвала в Мариуполе, из Азовстали, и одному мальчику дали стаканчик воды, и он взял и спрашивает, а я могу ее выпить сам? Или мне надо поделиться со всеми остальными? Как часто мы не задумываемся над тем, что мы имеем? И вместо того, чтобы благодарить Бога за то, что мы имеем, мы ропщим за то, чего не имеем. Иногда люди недовольны тем, что нет воды. И некоторое время вместо того, чтобы благодарить Бога за то, что она есть. Получается, когда она есть, мы не благодарим Бога за воду, а принимаем ее как должное. А вот тогда, когда ее нет, тогда сердце наполняется ропотом. Как часто мы благодарим Бога за то, что Он дает нам здоровье, здоровье, что Он дает нам сон. Как часто мы благодарим Бога за то, что Он продлевает нашу жизнь, за то, что в нашей местности нет этих ужасных стихийных бедствий. Конечно же, у нас сейчас война, но с другой стороны, посмотрите, что сейчас творится в мире. Какие ужасные стихийные бедствия, которые буквально стирают с лица земли целые города. Как часто мы недовольны тем, что много грязной посуды, вместо того, чтобы благодарить Бога за то, что есть чем ее вымазать, за то, что есть пища. Как часто мы недовольны за то, что жмут новые туфли, вместо того, чтобы благодарить Бога за то, что есть ноги. Вы знаете, сегодня с войны приходят тысячи молодых парней без ног. Им никогда не будут жать туфли. Они хотели бы, чтобы им жали туфли. Как часто мы неблагодарны за то, что мы имеем. И вы знаете, мы не имеем не только здоровья, не только пищу. У нас есть также и социальные ценности. У многих из нас есть прекрасные жены или прекрасные мужья. У многих из нас есть прекрасные дети или внуки. И это тоже Божье благословение. Мы не можем их принимать как должное. Почему? Потому что очень много людей в этом мире, которые живут со сварливыми, ленивыми, прелюбодейными женами. С буйными, с пьющими, с беспечными мужьями. С непокорными, дерзкими, своевольными детьми. И поэтому, если мы это имеем, то очень важно, чтобы мы благодарили за это Бога. Чтобы мы не забывали Его благодарить. Я помню, я прочитал историю, как однажды спортсмен по подводному плаванию делал пробежку вдоль Ереванского водохранилища. И вдруг он увидел, как с моста упал троллейбус с людьми. Не раздумывая, он прыгнул в ледяную воду и начал спасать людей, вытаскивать их из этого троллейбуса. Ему удалось спасти 46 человек. Из-за того, что вода была холодная, он заболел двухсторонним воспалением легких, попал в больницу, где провел 45 дней. И к нему однажды пришла корреспондент местной газеты, для того, чтобы взять у него интервью. И для того, чтобы написать статью о героическом поступке этого молодого человека. И когда она с ним беседовала, она спросила его, «А что в этой истории для вас было самое удивительное?» И он говорит, что самым удивительным было то, что из 46 человек, которым я спас жизнь, никто не пришел ко мне и не поблагодарил меня. Вы знаете, человек по своей природе – существо неблагодарное. Есть такое выражение, когда человеку сделаешь добро первый раз, он еще как-то доволен, второй раз смолчит, а третий раз обидится, если не сделаешь. Когда мы читаем Священное Писание, мы видим, что подобное было в жизни Иисуса Христа. Тогда, когда он увидел 10 прокаженных, тогда, когда он их исцелил, они обрадовались, побежали и убежали. И только один вернулся назад для того, чтобы поблагодарить Господа. И он посмотрел на него и говорит, «А где же остальные 9? Где?» Сегодня многие киевляне отмечают праздник Пасхи, но где они? Почему у нас есть пустые места? Почему у нас не заполнены проходы? Где они? Вы знаете, мы многое имеем. Мы многое имеем того, чего не имеют другие. И мы должны благодарны быть за это Господу. И мы имеем не только физические ценности, не только социальные ценности, мы с вами имеем духовные ценности. И вот тогда, когда мы прочитали, написано, «Держи, что имеешь», Господь имеет в виду не материальные ценности и не социальные ценности, а именно духовные ценности, которые невозможно купить, невозможно продать, невозможно выменять. Иногда люди говорят, что все в этом мире покупают деньги. Есть такое выражение, что то, что не можно купить за деньги, можно купить за большие деньги. Но это неправда. Потому что очень многое есть того, что невозможно купить за деньги. За деньги мы можем купить пищу, но не можем купить аппетит. За деньги мы можем купить смех, но не можем купить радость. За деньги мы можем купить лекарства, но не можем купить здоровье. За деньги мы можем купить кровать, но не можем купить сон. За деньги мы можем купить диплом, но не можем купить знания. За деньги можно купить книги, но нельзя купить мудрость. За деньги можно купить замок, но нельзя купить безопасность За деньги можно купить обручальное кольцо, но нельзя купить любовь За деньги можно купить крестик, но нельзя купить Христа Очень много они могут деньги И вот то, что невозможно купить за деньги, Господь дает даром Каждому человеку, который обращается к Богу, который принимает Христа в свое сердце, как своего личного спасителя, Бог все это дает даром. И если у нас могут быть разные материальные, физические ценности, у кого-то больше, у кого-то меньше, у нас могут быть разные социальные ценности, у кого-то больше, у кого-то меньше, но у нас у всех одинаковые духовные ценности, которые мы получаем во Христе Иисусе. Бог дает нам их даром. Какие же это ценности? Я приведу вам некоторые из них. Во Христе мы получаем радость. Господь говорит, радость ваша добудет совершенно. Во Христе мы получаем веру. Написано, что верующий в Сына не судится и на суд не приходит, но перешел от смерти в жизнь. Во Христе мы получаем надежду. Сказано, что только в Господе успокаивается душа моя, ибо на Него надежда моя. Во Христе мы имеем любовь. Написано, что Бог есть любовь. Во Христе мы имеем мир. Христос говорит, мир мой даю вам. Не так, как мир дает, я даю вам. Во Христе мы имеем святость. Господь говорит, будьте святы, потому что я свят. Во Христе мы получаем свободу. Написано, кого Сын освободит, тот истинно свободным будет. Во Христе мы получаем жизнь и жизнь вечную. Сказано, ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел бы жизнь вечную. Это все те ценности, которые мы получаем во Христе и получаем даром. Это то, что мы имеем. И мы прочитали, написано, держи, что имеешь. Почему? Следующий вопрос, почему мы должны все это держать? Здесь дальше написано, дабы кто не восхитил венца твоего. И мы понимаем, кто этот кто. Когда мы читаем Священное Писание, то мы видим, что врагом души человеческой является дьявол, сатана, лукавый, который является отцом лжи, который является человеком убийцей от начала. Его основная цель – украсть, убить и погубить, если возможно, и избранных. И он ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить. И мы должны держать, мы должны твердо и крепко держать все эти духовные ценности, которые мы получили во Христе и Иисусе, чтобы не потерять то, над чем мы трудились. Чтобы не войти в число неразумных дел. Чтобы не войти в число первых, которые будут последними. Чтобы не потерять то, что Господь приобрел для нас и дал нам. Это очень важно. Почему? Потому что все то, что имеет ценность, оно подвергается опасности, что может быть похищено. То, что не представляет ценности, никто не переживает, что его похитят. А вот то, что ценное, люди стараются держать, люди стараются ограждать, люди стараются охранять. Если деньги имеют ценность, то их хранят в специальных сейфах. Если драгоценности имеют ценность, то их хранят в специальных помещениях, специальной охраной. Почему? Потому что оно может быть похищено. И точно так же эти духовные ценности, которые мы имеем во Христе, могут быть похищены, если мы не будем бодрствовать. И поэтому на страницах Священного Писания Господь предупреждает нас многократно и разнообразно бодрствуйте и молитесь, чтобы не впасть в искушение. Бодрствуйте, потому что скоро грядет Господь. Бодрствуйте, потому что Господь предупреждает нас об опасности. Если бы не было опасности, то и не было бы предупреждений. Но раз есть предупреждение, это указывает на то, что есть опасность. И Господь говорит, держи, что имеешь, дабы кто не похитил венца твоего. Значит, есть такая опасность. Знаете, я вспоминаю историю, я как-то рассказывал эту историю в Америке, в штате Флориде. Один мальчик прыгнул в озеро. Он не знал, что в этом озере появился большой аллигатор. Это такой пресноводный крокодил. Через несколько минут он ощутил резкую боль в ногах, и он закричал от боли. Рядом на мостике стояла его мать, и она схватила его за руки. И вот несколько секунд длилась эта борьба. С одной стороны, аллигатор, который ввозил свои зубы в ноги мальчика, пытался утащить его на глубину, а с другой стороны, мать крепко держала его в своих руках для того, чтобы не дать ему это сделать. Через несколько секунд по непонятной причине аллигатор рожал свои челюсти, и матерю удалось выхватить своего ребенка и спасти погибель. Вызвали скорую помощь, мальчика отправили в реанимацию, ему сделали операцию, и, слава Богу, все прошло благополучно, даже смогли сохранить его ноги. Но вы знаете, на всю жизнь на ногах этого мальчика остались шрамы от зубов аллигатора. И на всю жизнь на руках этого мальчика остались шрамы от пальцев матери, которая выхватила его из пасти погибели. Вы знаете, эта история очень похожа на нашу. Мы тоже, подобно этому мальчику, утопали в этом мире, в этом море греха. И дьявол, как аллигатор, вонзил нас в свои зубы, желая утащить нас в бездну погибели. Но мы закричали о помощи, и Господь, как эта мать, Он протянул свои руки, и Он выхватил нас из пасти погибели и поставил на путь истины. Но обратите внимание, не на наших ногах, а на Его ногах, и не на наших руках, а на Его руках остались шрамы нашего спасения. И тогда, когда Христос воскрес из мертвых и явился Своим ученикам, то самое первое, что Он им показал, это Свои ладони, которые были пробиты для того, чтобы они увидели, что это Он, Тот, Который умер за них на кресте, Тот, Который воскрес из мертвых для их оправдания, чтобы они увидели на Его ладонях эти шрамы той великой цены, которая была за них заплочена. Господь говорит, держи, что имеешь, дабы кто не восхитил венца Твоего. И третий вопрос, как долго мы должны держать? Христос говорит, все гряду скоро. Эти слова были написаны две тысячи лет тому назад. И если тогда это было скоро, то сегодня это в две тысячи раз скорее. И мы читаем также в послании к евреям, вот здесь записано в 10 главе, мы читаем 36 и 37 стихи. Терпение нужно вам, чтобы, исполнив волю Божию, получить обещанное. Ибо еще немного, очень немного, и грядущий придет и не умедлит. Еще немного. Я думаю, что сегодня мы с вами видим воочию, что это действительно осталось немного. Потому что на наших глазах сбываются все те признаки пришествия Иисуса Христа за церковью. С одной стороны моры, мор коронавируса, который парализовал весь мир. С другой стороны войны, война в Украине, война в Израиле, которые сотрясли весь мир. С третьей стороны ужасные стихийные бедствия, наводнения, пожары, цунами, вот различные смерчи. Вы посмотрите, что происходит в мире. Все вокруг не просто говорит, а кричит о том, что скоро грядет Господь, для того, чтобы забрать своих, что скоро будет восхищение церкви, и чтобы невеста приготовила себя. Осталось немного. Но знаете, что сделали девы? Половина из них заснули. Точнее, все заснули. Но половина оказались без масла. И поэтому Господь сегодня со стороны Священного Писания призывает нас к тому, чтобы мы проверили свои светильники, чтобы мы поправили свои светильники. Чтобы мы позаботились о том, чтобы было масло. Чтобы мы были готовы для встречи с нашим небесным женихом. Обратите внимание, что со своей стороны Он для этого сделал все. Со своей стороны Он оставил славу небес, свой небесный трон. Он сошел в этот греховный мир. Он стал человеком. Для чего? Для того, чтобы умереть вместо нас. Для чего? Потому что все согрешили и лишены славы Божьей. Нет праведного ни одного, а возмездие за грех что? Смерть. И Он взял на Себя нашу смерть. Он взял на Себя наш удар. Для того, чтобы умереть вместо нас. И для того, чтобы воскреснуть для нашего оправдания. Он сделал все. Со своей стороны Он оставил Библию, Слово Божие, которое является этим хлебом небесным для наших бессмертных душ. Со своей стороны Он оставил церковь свою. Создал церковь свою, которая существует до сих пор и врата ада не в состоянии одолеть ее. Со своей стороны Он послал Духа Святого в этот мир, который работает над каждым сердцем, желая спасти каждого человека, чтобы никто не погиб. Бог со своей стороны сделал все. И теперь выбор за нами. Мы должны проверить наши сердца. Ни рядом сидящего, ни рядом живущего. Свои. В каком они состоянии. Как часто мы наводим порядок у себя в доме. Мы выносим мусор, стираем белье, мы чистим кастрюли, сковородки. Для чего? Для того, чтобы было чисто. Когда? Особенно, когда приходят гости. Но скажите, когда последний раз мы выносили мусор из нашего сердца? Когда последний раз мы чистили нашу душу? Ведь скоро грядет Господь. неужели мне все равно, в каком я нахожусь состоянии? Христос говорит, что смотри, смотри за собою, за ногою твоею. Вникай в себя и в учение. Господь призывает. Он говорит, что я имею против тебя, что ты оставил первую любовь твою. И так вспомни, откуда ты не спал, и покайся. А если же не покайся, то я скоро приду и сдвину светильник твой с места его. Господь говорит, смотри. Смотри за собою. Ты не холоден, не горяч. О, если бы ты был холоден или горяч, но так как ты тепл, а не горяч и не холоден, то я извергну тебя из уст моих, если не покаешься. Господь призывает нас, чтобы мы очистились, чтобы мы были в правильном духовном состоянии, чтобы когда придет Господь для того, чтобы забрать своих, чтобы мы услышали слово «войди», хорошо, добрый и верный раб, войди в радость Господина твоего, чтобы, не дай Бог, нам не услышать слово «отойди». Христос говорит, что многие придут ко мне в тот день и скажут «Господи, Господи, не Твоим ли именем мы пророчествовали? И не Твоим ли именем бесов изгоняли? И не Твоим ли именем многие чудеса творили?» А он говорит, я тогда объявлю им, отойдите от меня. Я никогда не знал вас. Какое слово услышу я? Он скоро грядет. Для того, чтобы забрать своих, что я услышу? Тогда, когда он грядет или если он через смерть заберет меня к себе и я предстану перед его величием, то что я услышу? Войди или отойди? Пока мы еще живы. Пока мы еще сердце бьется в нашей груди. Бог дает нам возможность очистить наши души, поправить светильник свой для того, чтобы быть в правильном духовном состоянии для встречи с ним. И очень важно не опоздать. Люди думают, я еще успею, у меня еще вся жизнь впереди. Да, правда. Ты знаешь, сколько тебе осталось жить? Вы посмотрите, каждый день сотни людей умирают от войны. Вы посмотрите, каждый день тысячи людей в мире погибают под колесами автомобилей. А знаете почему? Потому что, переходя дорогу, они задумались. А знаете, о чем они задумались? Они задумались о том, что будут делать завтра. Но завтра для них не наступило. Потому что мы не имеем власти над двумя днями. Над вчера и над завтра. Бог подарил нам сегодня. И Он говорит, сегодня время благоприятное. Он говорит, сегодня день спасения. Он говорит, что вот сегодня я предлагаю тебе жизнь и добро, смерть и зло. Избери жизнь, чтобы жил ты и потомство твое. Написано, ищите Господа, когда можно найти Его. Призывайте Его, когда Он близко. И сегодня Он очень близко. Каждому сердцу. Со своей стороны Бог сделал все. Теперь нам надо принять решение. Нам надо принять решение. Покаяться или обновить свое покаяние. Для того, чтобы очистить свою душу. Для того, чтобы приготовиться для грядущего Господа, который сказал, «Се, гряду, скоро». Держи, что имеешь, дабы кто не похитил венца твоего. Мы сейчас будем молиться. Я попрошу всех встать. Давайте мы склоним наши головы для того, чтобы находиться в молитвенном состоянии. Мы будем обращаться к Богу великому и сильному, для которого нет ничего невозможного. Который силен простить любой грех. Который силен смыть любую вину. Который силен помочь в любой нужде. Для Него нет ничего невозможного. Но прежде чем мы будем молиться, я хотел бы обратиться ко всем присутствующим и задать вам один вопрос. Очень маленький, но очень важный вопрос, от которого будет зависеть все. От Него будет зависеть ваша настоящая жизнь. От Него будет зависеть ваша будущая жизнь. От Него будут зависеть жизнь ваших детей, наших внуков. От Него будет зависеть ваша вечность. Я хотел бы, чтобы каждый сегодня честно ответил бы на этот вопрос перед своей совестью, перед Богом, который знает все. Ответил бы так, как оно есть, положа руку на сердце, без лукавства. Этот вопрос заключается в следующем. Если бы сегодня оборвалась ваша жизнь, можете ли вы сказать честно, положа руку на сердце, что вы имеете уверенность в том, что вечность вы будете проводить с Богом? Что вы услышите слово «Войди», а не слово «Отойди». Вы знаете, такое бывает каждый день. Вот есть человек и нет человека. Независимо от положения, состояния, возраста, расы, независимо от того, где человек проживает, не имеет никакого значения. Если бы сегодня оборвалась наша жизнь, имеете ли вы уверенность, что вечность вы будете проводить с Богом? Дорогие, если кто-то не имеет такой уверенности, то я хотел бы прямо сейчас помолиться за вас Богу. И если кто-то не имеет такой уверенности, что вы вечность будете проводить с Богом, то поднимите, пожалуйста, руку, чтобы я видел, за кого молиться. Не стесняйтесь. Бог знает ваше сердце, Ему известна ваша жизнь, для Него нет ничего тайного, ничего сокровенного, для Него нет ничего такого, чего Он не знает. Он знает о нас больше, чем мы знаем о себе. Спасибо большое. Будем молиться.